Столетний квартал на улице Пушкина не представляет культурной и исторической ценности. Четыре деревянных дома могут быть беспрепятственно снесены. Министр культуры Омской области Виктор Лопухин перед своей отставкой подписал приказ об отказе включения зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия. Почему у краеведов иное мнение и как сохранить исторические памятники в современном мегаполисе, выяснял Александр Руяткин. Историческую ценность этого объекта, по мнению краеведов, подтверждает тот факт, что один из ключевых фигурантов революционных событий, социал-демократ Константин Андреевич Попов, проживал в доме номер 33 по улице Фабричной. Сейчас это вот этот дом на улице Пушкина. Именно Попов допрашивал Александра Колчака. И если фигура самого верховного правителя важна для Омска, то важен исследователь, который вел его дело. Впрочем, в региональном Минкульте такую точку зрения не разделяют. Чиновники не отрицают. Архитектурный ансамбль начала 20 века может представлять определенный интерес. Но не настолько, чтобы ветхие строения включали в перечень охраняемых объектов. Наличие такого основания не является столь ощутимым, даже по сравнению с фигурой самого Колчака. Ну, следователь допрашивал. У нас много в каких домах, кто жил, гораздо более известные личности. На наш взгляд, и на мой личный взгляд, не нужно ставить все подряд на государственную охрану. В Омске почти 350 зданий памятников. Из них 63 находятся в муниципальной собственности. 16 в аварийном состоянии. В основном это жилые дома, являющиеся памятниками деревянного зодчества. И признанные ветхими. 9 из них уже расселили. В муниципальном бюджете финансирование на реконструкцию архитектурных памятников не предусмотрено. Так что без привлечения вне бюджетных источников сохранить их не удастся. Деревянные дома, они восстанавливаются даже легче, чем кирпичные. То есть, это не какие-то гигантские усилия. То есть, это при желании можно сделать за сравнительно какие-то небольшие десятки миллионов, может быть, рублей. То есть, это не миллионы, не миллиарды. И более того, мы нашли инвестора. Это строительная организация. Мы убедили директора, он полностью поддерживает, разделяет наши идеи. Он готов восстановить вот это здание. То есть, лишь бы был какой-то момент инвестиционной привлекательности. Правда, это скорее исключение. Объекты ветхие. Многие не раз выставлялись в мэрии на торги. Но заявок не поступало. При этом расселенные деревянные дома уже начали растаскивать вандалы и бездомные. А вот у соседей на уровне регионов давно приняты различные целевые программы по сохранению объектов культурного наследия. В Иркутске реализованы проекты по регенерации исторических деревянных кварталов. В Тюмени памятники отдают в безвозмездное пользование и реставрируют за счет инвесторов. В Томской области разработали программу по сохранению деревянного зодчества. На воссоздание зданий из областного бюджета выделяют сотни миллионов рублей. Мэрии Омска пока только предлагают включать аварийные объекты в программу приватизации. Передавать их в концессию до 49 лет или в аренду со льготной ставкой. Но сначала жилые дома нужно перевести в статус нежилых объектов, что также требует финансовых затрат. Александр Уяткин, Евгений Русенко. Новости здесь. Омск.